Что ж, я решил начать новую тему, которую буду потихоньку пополнять. Предыдущая тема у меня называлась ОЗОЖ, особенности западного образа жизни, а это будет называться ОРОЖ, особенности российского образа жизни. Дело в том, что мне пишут достаточно много песен, и уже скопилось столько тем, что хватит действительно на пару десятков роликов. И это очень интересно сравнивать эти два очень различных мира. В своих роликах подобного типа я стараюсь говорить о вещах, которые есть только на Западе и нет, например, в России, и наоборот, в ОРОЖ я буду говорить о том, что есть только в России и, например, или нет, или почти не наблюдается на Западе. Сегодня интересный случай, который я недавно просчитал в сети. Итак, как вы думаете, что это такое? Это не такой новый тип искусства, а на самом деле это фотография из зала суда. Присутствующие там люди столкнулись с тем, что весь зал суда был засыпан вот такими солевыми дорожками. В кабинете уфимской судьи Найли Идиятовой в Башкирии. Дело шло о судебном процессе местных жителей по поводу использования питьевой воды. Они требовали отменить положительное заключение госэкспертизы завода Краношпан Башкартостан в результате инженерных изысканий. Однако, придя на заседание, правозащитники Альмира Жукова и Рамиля Саитова обратили внимание на пол. Сначала ничего не поняли, что это значит. На фотографии Альмира Жукова, которая рассказывает. Я сама немножко опоздала. Девочки мне рассказали, что перед нашим заседанием минут 20 никого не пускали. Двери были закрыты и судья там что-то делала. Судя по всему, она как раз и рассыпала эту соль. Потом, когда их туда запустили, они увидели эти насыпанные дорожки. Это, знаете ли, как наркоманская дорожка, описывает женщина. Соль была насыпана по всему кабинету и, главное, таким большим кругом вокруг стола судьи. На наши вопросы, что это такое, судья не отвечала. Особенно любопытные наклонились и попробовали на вкус, потому что подумали, а вдруг это действительно наркотики. Оказалось, это обычная поваренная соль. В конце концов, женщина не выдержала и громко спросила судью, вы шаман? Зачем соль рассыпали? Судья молчала. В конечном счете, люди сфотографировали все это на мобильные телефоны и обратились в местную газету. Но по факту того, чтобы сутью просто проверили на случай помешательства. И подали ходатайство о психиатрической экспертизе судьи. После этой соленой истории местные журналисты обратились в Ленинский райсуд города Уфы с заявлением, чтобы было дано какое-то объяснение. Но до сих пор никакого объяснения не поступило. Единственное, что удалось найти журналистам, что раньше эта судья давала интервью местной газете, где рассказывала о своей карьере. И на вопрос журналистов, боится ли она за свою жизнь, сама на Илья Идиятова ответила, что судья должна защищать себя сама как может, так как профессия это очень опасная. Но вот, видимо, вот эти солевые дорожки – это способ ее защиты. Итак, с одной стороны, это комичная история, которая именно стала возможным только в такой странной стране, как Россия. Тема моего сегодняшнего ролика связана со странной особенностью русских людей, или скажем, всех людей, живущих на территории России, так как в данном случае история о Башкортостане и татарах или башкирах – это некая слабость к шаманству, гаданиям и различным заговорам. Вот именно с этим я хочу обратиться к своим подписчикам или случайным зрителям этого ролика. Скажите, как вы думаете, почему у россиян вот такая слабость к потусторонним, ну я даже не знаю, как это назвать, каким-то шаманским колдовским действиям? Я даже видел, что есть такая странная передача, как «Битва экстрасенсов», где просто очень плохие актеры или люди, ну явно с психическими расстройствами, изображают из себя каких-то не то колдунов, не то магов, и это до такой степени глупость, что это совершенно невозможно представить, например, на немецком телевидении. Этого бы точно никто не стал смотреть. Кстати, однажды я когда-то пытался объяснить немцу, что значит «сглазить». Мне ему это так и не удалось объяснить. Он смотрел на меня очень странно, насупив брови, и мне кажется, ему казалось, что я немножко схожу с ума. Потому что то, что я пытался ему объяснить, никак не вписывалось в его картину мира. Здесь тоже читают гороскопы. Но никогда в жизни не гадают на кофе, не могут представить, что можно гадать на костях, на фасоли, на плевках, и вообще бог его знает на чем, а еще на полном серьезе, например, нести своего ребенка какой-то странной чужой женщине, которая будет совершать над ним непонятные шепотания, омовения и прочие действия. Объясните мне, почему русские люди так склонны к этому типу мошенничества? Никак иначе, как мошенничество, это назвать нельзя. Ни в одних из этих ритуалов нет абсолютно никакой силы. Потому что просто подумайте логично. Ну как же так? В большой стране Россия кого-то сглаживает, на кого-то что-то наговаривает. Там переживают, если кто-то рассыпал соль или, например, встретил соседа с пустыми ведрами. Ну, то есть точно денег не будет или что это там обозначает. Черная кошка перебежала дорогу уж точно к аварии и так далее. А буквально в соседних странах все то же самое. Точно так же ходят люди с пустыми ведрами, точно так же бегают черные кошки, и точно так же люди рассыпают соль, но у них ничего при этом не происходит. Жизнь идет своим чередом. Не может быть, чтобы в одной стране это имело какую-то силу, а в другой стране было абсолютно обычным действием. Ну просто включите свои мозги. Разве так бывает? Ведь если бы кошки на самом деле были опасны, то они были опасны по всему миру. Если бы везде, не потрогав покойника за обувь, покойники приходили бы потом к людям, то во всем мире бы об этом знали. Поэтому как можно верить в подобную ерунду? Представьте, что это сумасшествие уже распространилось до такой степени, что даже судья, казалось бы человек, который должен быть здравомыслящим, рассыпать соль в своем кабинете для того, чтобы защитить себя от людей. Такая вот российская особенность, которую лично я не понимаю.